здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что к нам присоединился всем здравствуйте что это за стакан а это я сейчас буду пить соду сейчас ранее ранее утро еще даже не рассвело мне нужно выпить стакан соды потом поделать кое-какие дела потом на пробежку и после этого как всегда суббота друзья мои и так что же я делать сейчас буду я буду пить соду да вы не ошиблись конечно тот кто со мной уже давно тот знает что я любитель соды я соды очень дружу я парю ноги в соде я принимаю содовые ванны я пью соду я чищу мою все соды кроме этого я еще и с молоком могу развести соду и все это от моего любимого профессора неумывакина я давным-давно это практикую поэтому мне это нравится кстати простудные заболевания у кого там не девчонки писали я вам могу дать только рецепт неумывакин иван палыч это доктор медицинских наук он профессор он действительно член международной академии он умничка заслуженный изобретатель кроме того что он врач он хирург вот и он 30 лет занимался вопросами космить космической медицины через него прошли все и гагарин и гречка и все-все-все космонавты поэтому вот он у меня его библиотечка не маленькая большая но я вам так покажу несколько книг которые вообще должны быть обязательно у каждого из моей семьи ну а интернет семья как хотят и вот сейчас изучаю у меня такая книга профессора крестьяна бернарда вообще я вы знаете я люблю больше книг я вот делаю себе пометки я выписываю я сам этот запах книг люблю я все выделяю заучиваю узнаю и не знаю люблю читать все такие книги для меня особенно те которые важны для жизни и так у кого простуда или еще что не дай господь то неумывакин иван палыч своей книге написал так сода прекрасно разжижает мокроту поэтому ее рекомендуется применять для смягчения кашля сода питьевая 1 чайная ложка и молоко один стакан молоко нагреть до такой температуры которую можно терпеть при питье не кипятить растворить в нем соду и выпить маленькими глотками перед сном вот так при сильном кашле что рекомендует неумывакин сода питьевая пол чайной ложки жир внутренний не соленый 1 чайная ложка молоко один стакан вскипятить молоко добавить соду и внутренний не соленый жир тщательно перемешать и выпить небольшими глоточками принимать два-три раза в день до еды перед сном во время лечения можно натирать грудь внутренним жиром лучше козьим или бараньим после такой процедуры рекомендуется надеть сначала хлопчатобумажную майку затем шерстяной свитер и лечь в постель курс лечения до полного выздоровления вот и масса масса вот таких вот изумительных рецептов дает профессор иван палыч неумывакин читаю я тем у кого нету такой книги или у вас по каким-то причинам нет возможности купить эту книгу где-то найти это никакая не реклама этой книги это я делюсь своим опытом это то что сохраняет мне здоровье к ней мы сейчас вернемся а я сейчас должна выпить соду что я делаю а вот что я делаю беру соду или пол чайной ложки или как-то я показываю то что я делаю никому не рекомендую кроме своей семьи своей сли настойчиво рекомендую и оп слышите там не кто-то говорит у кого-то она не шипит я не знаю у кого она не шипит у меня она прекрасно прошипела вот и спрашивали можно ли добавлять сюда холодную воду конечно можно что я сейчас и сделаю сейчас я возьму холодную водичку и добавлю сюда потому что чтобы выпить говорит они пьют конечно девочки я все 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 пью иначе как я еще лимончик могу добавлять иногда когда есть настроение иногда я лимон сейчас не хочу сейчас я просто выпью и все не хочу сейчас никакой лимончик добавлять ничего и так зачем мы это делаем для того чтобы нормализовать ph в организме вы можете вот я буду пить маленькими глоточками рассказывать можете ли вы себе представить что развитие многих очень многих болезней как раз зависит от одной причины многие специалисты диетологи там я не знаю фитотерапевты эту скрытую опасность теперь обозначают двумя словами кислота и щелочь у нас 21 век на дворе и американские ученые выяснили много много чего высокая кислотность она разрушит разрушает наиважнейшие системы в организме и он становится просто беззащитен поэтому сбалансированная ph среда она обеспечивает нормальное протекание метаболические метаболических всяких процессов организм это нужно обязательно знать и вот помогая ему бороться со всякими разными заболеваниями таким образом здоровый организм он имеет запас щелочных веществ которые он использует в случае необходимости а что такое ph многие спрашивают что такое ph а это соотношение кислоты и щелочи в какой-либо в каком-либо растворе вот этот кислотно так называемый щелочной баланс кислотное щелочное равновесие как его к ч р называют хотя физиологи считают что более правильно называть это соотношение кислотно щелочным состоянием иногда так ну и конечно он характеризуется специальными показателями ph power hydrogen сила водорода вот это ph который показывает число водородных атомов в данном растворе да при ph равном 7 говорят о нейтральной среде чем ниже уровень ph тем среда более кислая например от 6 целых девять десятых до нуля щелочная среда она имеет высокий уровень ph от 7.1 ну 7 целых одна десятая до 14 тело человека на 70 процентов состоит из воды поэтому вода это одна из наиболее важных составляющих нашего организма почему я говорю всегда нужно пить пить и пить не менее двух литров в день два а то и три литра но я вообще много пью я очень много пью вот и вам тоже советую тело человека оно без воды никак просто никак вот и она имеет определенно конечно кислотно щелочную среду так рассказывает профессор неумовакин соотношение характеризуемое ph вот этим вот водородным показателем значение показателя ph зависит от соотношения между положительно заряженными ионами вот положительно заряженные ионы они формируют кислотную среду и отрицательно заряженными ионами они формируют щелочную среду. И вот организм человека, он постоянно, постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая строго определенный уровень PH. При нарушенном балансе могут возникать множество серьезных заболеваний. Поскольку у нас внутри идет бесконечное гниение, многие люди неправильно кушают, неправильно питаются и все это вызывает гниение. Особенно любители жареного. Жареные котлеты, жареное мясо, жареная картошка, углеводы и так далее. Вот это все вызывает гниение. Кто мясо много ест? Это гниение, распад и образуются всякие бляшки на кишечнике, в желудке, все это. И всегда нужно следить за своим кислотно-щелочным балансом. Вы скажете, а как? А вот проверьте свой кислотно-щелочной баланс с помощью PH тест-полосок. Сейчас они есть. Придите в любую лабораторию купите или придите в любую аптеку купите или закажите. Это такие вот тест-полосочки PH. Очень важно вовремя обратить внимание на изменение уровня PH. Обязательно наблюдайте за собой внутренней среды именно организма PH. Ну и конечно же принять неотложные меры. Вы знаете, когда я работала с врачами из Соединенных Штатов Америки, то у меня была Кэти и у нее прямо вот такой чемоданчик и целая лаборатория. И там были вот эти вот PH-полоски, она определяла сразу и на раз. Вообще там палец сложили, у нее такой вот маленький этот экран и все сразу в организме показывает, что кровь мгновенно сдавали, все прямо тут, вот тут у нее. Тест-полоска PH, все, мгновенно она все делала. Специальный карандашик с лазером удаляла, всякие эти папилломы, всякую фигню, которая лишняя она считала. Это удивительно, но к человеку приходит на прием и она за буквально короткий промежуток времени определяет, ставит диагноз, тут же берет все анализы, тут же результаты видит и тут же действует. Причем ни одному человеку она не выписала ни одного лекарства. Вот вы себе можете представить. Это называется работа. Я, конечно, была поражена работе американских медиков. И вот американцы, они вообще считают, ну я говорю про них, потому что я с ними работала, да, вот даже этим летом, посмотрите мои видео. Американцы, они считают, что огромное значение играет PH, баланс в организме. Они все время с бутылочкой. Все время они были с бутылочкой воды. Постоянно. Я думала, что я одна такая в жизни. Оказывается, нет. Оказывается, все они, американцы, с кем я работаю, они все ходили с водичкой. Думаю, ну вот они, мои. Так что с помощью PH, вот этих вот тест-полосок, можно легко, быстро, точно определить уровень PH, не выходя из дома. Если уровень PH мочи колеблется в пределах от 6,0 до 6,4 утром и 6,4 до 7,0 вечером, то ваш организм функционирует нормально. Если в слюне отметка уровня PH остается между 6,4 до 6,8 в течение всего дня, это также свидетельствует о здоровье вашего организма. Запишите себе, прокрутите еще раз вот эти вот показатели. Ну и важно знать, что вот оптимальный уровень PH слюны и мочи слегка кислый в пределах от 6,4 до 6,5. Вот это запишите, если будете проверять свою слюну или мочу. Если не мы, то кто позаботится о здоровье наших близких? У вас, у каждого есть ребенок. Вы прекрасно можете контролировать все. Я контролирую и сахар, у меня специальный аппарат. Есть видео, я показывала, как я это делаю. Дома, в лаборатории. И я контролирую давление. У меня два вида. Я и сюда, и тут у меня. Я также контролирую тест-полосками PH. Это очень удобно. Уже несколько вариантов мы можем. Ну, а общий анализ крови, конечно, мы идем, сдаем. У нас тут есть первый роддом. Там очень хорошо. Это опять не реклама. Это то, что я делаю. Я туда сдаю. И там полностью все. Там вообще вы выбираете на все, что вы хотите. Проверяете. Полностью выходит весь вам анализ. Ну, а как его расшифровать? У меня есть видео. И вы прекрасно. В любом возрасте. Причем у меня есть от рождения и до конца. На любой возраст. Как расшифровать общий анализ крови. Лучшее время определения уровня PH в организме – это за один час до еды, либо два часа после еды. Это самое лучшее. Один раз в две недели нужно это делать. Два раза в день. Вы скажете, ну, какое твое дело? Чего ты это? Слушайте, я делаю видео для своей семьи. У меня очень большая семья. И мне обязательно надо, чтобы они эту информацию услышали, уловили и знали. Потому что незнание уровня своего PH может привести к печальным последствиям. Не просто к печальным, а к супер печальным. Вот плохая PH-среда – это хорошая среда для раковых клеток. Вот так, чтобы понятно. Это очень понятно рассказывает Иван Павлович Немалакин. Что плохая PH-среда организма – это благоприятная среда для рака. Поэтому мне нужно, чтобы это услышали. Вы знаете, уже очень долго мы молчали все. Посмотрите, давайте проведем анализ последних десяти лет. Катастрофическая ситуация в плане онкологии. Никто ничего сделать не может. Абсолютно. Лечиться все идут. На операции все ложатся. Химиотерапию все проходят. Никто ничего сделать не может. Я знаю людей, которые излечились только благодаря мудрости, вере в Бога. Таких я знаю. Но я не знаю тех людей, которые излечились после того, как пошли в больницу. Я не говорю не идти в больницу. Обязательно надо идти. И чем быстрее, тем раньше, тем лучше. Но я же хочу, чтобы и медики как-то в себя приходили и уже читали публикации на английском языке. Подписывались на платные сайты. Да, они платные. Они требуют небольшой оплаты, эти сайты, где публикуют Оксфордский университет. Новые свои. Они постоянно публикуют. Но для этого опять-таки нужно знать английский язык. Хотя сейчас через интернет можно перевести легко. Но, видите, у нас народ какой. Вот закончила мединститут, да, и сидит, отбивает эти деньги, которые там проедала, то сало, которое на взятки давала и все. Вот и результат. Вот и результат. Я считаю, что реформы, конечно, медицинские нужны. Но я считаю, что ни в коем случае нельзя трогать нашу скорую помощь, потому что это единственная, ну, реанимация и хирургия, все. Скорая помощь – это единственная такая, я не знаю, область. Я вообще считаю, им нужно повысить зарплаты, их нужно стимулировать всячески. Потому что это люди, которые единственные спасают людей, это которые работают. Вот то, что у нас люди до последнего терпят сейчас. Терпят, и когда им плохо, они вызывают скорую. И вот скорая работает на все. Это я сама была свидетелью этому. Скорая, она же реанимация, она же родоприемная, она же вот все и сразу, понимаете. Поэтому скорая у нас на высшем уровне, даже вообще здесь никаких претензий и слов нет. Это люди-герои, это люди, которым памятники при жизни надо ставить. И скорая помощь ее только поощрять сейчас. Только поощрять. И чем больше им делать, больше машин выдавать, больше зарплату повышать, оборудование покупать. Вот все вот эти приборы, что я говорю, как у американцев. Они приехали, они полностью, у них все оборудование, у них все такое мобильное, мобильное. А как они вместе собираются? Если что-то, какой-то случай, вот у нас был там тяжелый случай, очень тяжелый случай. Причем они умнички, они ждали, пока привезут этого больного ребенка. Мы ждали до вечера, уже стемнело, привезли ребенка. Они все собрались, потому что не знают, что. И они все собрались, и у них тут же, как, знаете, консилиум врачей. И каждый вот свое все как. И потом они пришли к моменту, они этого ребенка решили забрать в Соединенные Штаты Америки, лечить. Представляете? Ну, умнички, умнички. И вообще слов нету, конечно. Волонтеры, врачи, это нечто потрясающее. С ними одно удовольствие, с американцами работать было. Вот. Поэтому незнание уровня своего PH, вернемся к тому, что это большая-большая проблема. Кстати, видите, я пью для тех, кто не знает, только натощак. С утра натощак. Только натощак. И после этого я не буду ничего час есть. Минимум час. Ну, 40 минут, час я точно есть ничего не буду. У меня пробежка, то есть все, свои занятия будут. Вот. Потому что дисбаланс PH организма у большинства людей проявляется в виде повышенной кислотности. Как это называется? Ацедоз, по-моему, называется повышенная кислотность. Ацедоз. В этом состоянии организм плохо усваивает минералы. Такие как кальций, натрий, калий, магний, которые благодаря избыточной кислотности, они выводятся из организма. От недостатка минералов страдают жизненно важные органы. Вот. Не выявленный вовремя ацедоз может вредить организму незаметно, но постоянно в течение нескольких месяцев и даже нескольких лет. Ацедоз может возникать злоупотребление алкоголем. Вот это первая причина, которая приводит к ацедозу и потом к раковым заболеваниям, которые развиваются на фоне этого. Ацедоз может возникать как осложнение диабета. Поэтому контролируйте свой PH. При ацедозе какие могут быть проблемы? Вот, например, сердечно-сосудистые заболевания. Да? Там, знаете, как это происходит? Спазм сосудов и уменьшение концентрации кислорода в крови. Вот так это происходит. Потом. Прибавление в весе. Это тоже. Еще что. Диабет. Поэтому, когда говорят, вот, пейте соду, похудеете. Так почему это? Вот в этом причина. Вот в этом. Дальше. Заболевание почек. Мочевого пузыря. Образование камней. Вот, говорят, пьете соду, камни. Нет. Я же ее полностью кипятком. Вы же видели, что? Гошу. Я еще, бывает, добавляю и лимонный сок. Когда мне хочется, как лимонадик пить, я еще лимонный сок туда бухаю. Что еще может быть? Еще может быть снижение иммунитета. Может быть хрупкость костей. Вплоть до перелома шейки бедра. Другие нарушения опорно-двигательного аппарата могут быть. Вот. Поэтому всякие вот эти вот суставные боли. Вот девушка мне писала. Кто читает, внимательно комментарии. Тоже там, где сода. Пила соду. Она. Около двух месяцев. И у нее действительно прошли эти. Но я не пью постоянно соду, девочки. Я пью ее регулярно, но не каждый день. Я пью так. Смотрите, в два месяца у меня курс 10 дней. В два месяца 10 дней я 100% пью соду. В эти два месяца я пью там подряд 10 дней там козье молоко. Другие 10 дней соду. Третье 10 дней опять козье молоко и еще чего-нибудь. Потом пью с утра только чай с женьшеньем, с корнем имбиря. В общем, у меня вот так вот. Я все время, все время, все время чередую. Вот. Поэтому вот это даже бывает просто общая слабость. Из-за этой проблемы. Ну а может быть и повышенное содержание щелочи в организме. И это называется алкалоз. Вот есть и такое. Тоже нарушается усвоение минералов. Та же самая история. Все то же самое. Даже проблемы с кожей, тоже с печенью. Когда алкалоз, сильный неприятный запах изо рта идет. Вот, кстати, неприятный запах тела. Это алкалоз. Активизация жизнедеятельности паразитов. Они очень хорошо себя чувствуют. Вот. Ну, в общем, PH должна быть нормальная. Там обострения идут хронических заболеваний, запоры, другие проблемы. Поэтому делайте обязательно тесты. Так. Ну и теперь я вам расскажу статью, которую я перевела. Что в течение семи лет проводилось исследование в Калифорнийском университете. Это штат Сан-Франциско. Это американский журнал клинического питания. Я на это опираюсь сейчас. Университет штат Сан-Франциско. Там были обследованы 9 тысяч женщин. Еще раз говорю, Калифорнийский университет штат Сан-Франциско. 9 тысяч женщин были обследованы. Результаты показали, что при постоянном повышенном уровне кислотности кости становятся ломкими. Специалисты, проводившие этот эксперимент, уверены, что большинство проблем женщин среднего возраста, да, нашего, скажем так, связано с излишним употреблением мясной, мясной замете и недостатком употребления овощной пищи. Поэтому организму ничего не остается, как забирать кальций из собственных костей и с его помощью регулировать уровень PH в организме. Вот так вот, дорогие мои. Поэтому мясное, чем меньше, тем лучше. Вот я говорю, самый лучший вариант, это перейти на куриное и индюшиное мясо, а овощей и фруктов как можно больше. Ну и чечевицу, конечно же, употребляйте побольше. Чечевицу, рис, фасоль, тоже бобовые очень хорошо. Нам белок нужен также. Употребляйте как можно больше козьего молока. Коровье молоко я не рекомендую в своей семье, потому что коровье молоко, корова болеет часто, коровье молоко так не усваивается, как надо. Козье молоко, оно наибольше всего близко к материнскому молоку. Вот так вот скажем. Ну, мы поговорили про PH мочи, про PH слюны, PH крови еще. Да, это одна из самых жестких физиологических таких констант организма. В норме этот показатель может меняться в пределах от 7,36 до 7,42. Тоже можно записать. Сдвиг этого показателя хотя бы на 0,1 может привести к тяжелой патологии. При сдвиге PH крови, внимание, на 0,2 развивается коматозное состояние. На 0,3 человек погибает. Представляете, что это такое? А меня спрашивают, чего вы пьете сон? Наверное, я контролирую свой PH в организме. Поэтому я чувствую себя замечательно. Так что соблюдайте правильно PH баланс для сохранения крепкого здоровья. Регулировать PH можно тем, что... Ну, вот кальций употреблять. Я имею в виду в продуктах питания. Потом, когда вы смотрите, что у вас что-то не то, можно соды, что я делаю всегда. Постоянно. Потом травами. Есть специальные травы. Я список трав буду вам еще рассказывать про травы. При помощи трав регулировать можно PH в организме. И что самое главное вам запомнить, что организм способен правильно усваивать и накапливать минералы и питательные вещества, только принадлежащим уровню кислотно-щелочного равновесия. И в ваших силах, и в моих силах помочь своему организму получать, а не терять полезные вещества. Например, железо может усваиваться организмом при PH от 6 целых до 7, а йод при PH 6 целых 3 десятых до 6 целых 6 десятых. Наш организм, он использует соляную кислоту для расщепления пищи. В процессе жизнедеятельности организма требуются как кислые, так и щелочные продукты распада. Причем кислые образуются в 20 раз больше, нежели вторых. Поэтому защитные системы организма, обеспечивающие неизменность его кислотно-щелочного баланса, настроены прежде всего на нейтрализацию и выведение прежде всего кислых продуктов распада. Поэтому при помощи, вот я при помощи соды помогаю организму прежде всего выводить кислые продукты распада. Как я говорила, то, что у нас происходит там гниение. Вы представляете себе, что у нас кислых, кислых в 20 раз больше, нежели щелочных. Надо помочь? По-моему, надо. Арифметика проста, да? Поэтому такие книжки, мне кажется, нужно такую библиотечку всегда иметь. И мне кажется, нужно изучать, вести конспекты, проникаться и быть просто осведомленным хотя бы ради своих детей и внуков. Становитесь врачами. Становитесь врачами. Но это не значит, что вы должны бежать и заниматься самолечением. Нет. Мы с вами не занимаемся самолечением. Самолечение – это когда люди идут в аптеку, что я никогда не делаю. Я имею в виду, я в аптеку могу пойти, если у меня какая-то травка закончилась, которую я собирала, и вдруг ее нет. Или которая ее просто у нас в наших местах не растет. Или, допустим, для маски аспирин мне надо купить. Я очень часто делаю аспириновые масочки. Посмотрите, у меня есть видео. Или какое-то у меня эфирное масло закончилось, я бегу. Только так. Как, знаете, в продуктовый магазин. Но никогда я не хожу покупать какие-либо химические лекарства. Или там капельки в носик. Или капельки в ушки. Или капельки в глазки. У меня сын не знает, что такое капельки в носик, капельки в глазки, капельки в ушки. Таблеточки. Ничего. Я его печень берегу. Берегу, как зеницу ока. Точно так же почки. Потому что через почки все это проходит. Понимаете? Я берегу его кровь, а так же кровь моего мужа. У нас не так ее много. Так что будьте здоровы, будьте благословены. Пусть Бог споспешествует вам во всех ваших делах. Я вас люблю. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь, кто не подпишется. И становитесь нашей интернет-семьей. Пока-пока.